История жизни Барбары Стрейзанд – идеальный пример того, что мечтать не вредно. Все, чего добилась актриса в жизни – это итог ее долгого и упорного пути к достижению цели и главной непоколебимой веры в себя и своего предназначения. Певица, композитор, актриса, режиссер, продюсер, счастливая в браке женщина победила практически во всех номинациях, которые отвоевала у жизни вызывающая некрасивая еврейская девушка из бедной семьи. Барбара Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Пруклине. Жили бедно и трудно. Отец умер, когда Барбаре исполнилось полтора года. Мать вышла замуж второй раз, но легче не стало. Барбара вспоминала «Когда мой отец ушел из жизни, я тоже исчезла из жизни матери». Проблемы некрасивой с большим носом, косящими глазами девочки и дома, и в школе было предостаточно, но то, что нас не убивает, делает только сильнее. У Барбары был прекрасный голос и страстная мечта стать актрисой. Казалось бы, это невероятно. Быть может, но только не для Барбары, для которой нет расстояния между захотела и смогла. Я была очень странным ребенком. Каждый день, возвращаясь из школы, надевала старые балетные тапочки и запиралась в ванной комнате. Там я приклеивала накладные ресницы, закуривала сигарету и гримасничала перед зеркалом. Я всегда знала, что буду знаменитой. Я хотела выбраться с того дна, где тогда была. Хотела вырваться из Бруклина. Я должна была вырваться. Я вечно была недовольна. Мне хотелось быть кем-то другим. Над этой нескладехой и дурнушкой издевались все, кому не лень. Кого-то этого могло сломить, но только не Барбару. «Я не уродина, просто у вас стандартные представления о красоте», — говорила она. Как-то она решила расширить эти стандартные представления сверстников и намазала побелкой лицо, выкрасила волосы в зеленый цвет, так и отправилась в школу. Барбару тут же отправили отмываться домой. Побелка-то с лица смылась тот час, а вот краска с волос, увы, нет. Пришлось брить наголо. Ну и что? Лысая голова — отличный холст, на котором можно нарисовать цветочки и бабочек. Ее новый облик сразил одноклассников на повал. Барбара лелеяла свою мечту стать актрисой, занималась в актерских студиях, подрабатывая, где придется, и обивая пороги везде, где происходили кастинги. Вспоминает владелец клуба, в котором Барбара потом проработала несколько лет. На улице стояла жара. В баре было душно, как в бане. Мы все порядком очумели от прослушиваний и уже собирались закончить работу, как пошла эта девчонка в пшинцах с растрепанными волосами до плеч. Она походила на бродяжку, сбежавшую от родителей. Я сказал ей, привет, вы пришли на прослушивание? «Прослушивание?» – переспросила она, так, словно заслась сюда случайно. Но едва она запела, как мы с пианистом изумленно переглянулись. Никогда не слышал ничего подобного. Она закончила песню, и я не удержался от комплимента. Господи, Барбара, это было просто потрясающе! Начав сольную карьеру, она выкинула из имени лишь одну букву «А» и больше ничем никогда не поступалась. Барбара. Потом она скажет, я приехала в Голливуд, не вставив новых зубов, не поменяв форму носа и не сменив имени. Это делает мне честь. Покорив клубы, Барбара в 20 лет прорвалась на сцену, получив с боем второстепенную роль во второстепенном бродвейском мюзикле. Но она сыграла ее так, что затмила всех. Барбара, как говорят в театре, украла премьеру. «Теперь я должна всегда соответствовать их представлению о грандиозном успехе. Теперь я звезда», сказала себе Барбара и была приглашена на главную роль в мюзикл «Смешная девчонка», который поставили специально для нее. Да, специально для нее, для 22-летней прежде никому неведомой дурнушки. Она, впрочем, играла не Фанни Брайс, еврейскую девушку, покорившую Бродвей, а себя. Это она родилась и провела безрадостное детство в бедном районе Бруклина. Это она пережила насмешки близких и издевательства сверстников. Это она, обладая прекрасным голосом и артистическим талантом, рвалась к славе, признанию и независимости. Это она так страстно жаждала Фил Терри. Премьера состоялась 24 марта 1964 года и прошла с головокружительным успехом. Вот как описывал выступление Барбары Стрейзент на премьере «Смешной девчонки» ее биограф. Кончилась увертюра и с левой кулисы вышла Барбара. Пошла по сцене и вдруг остановилась посередине, дернула плечом. Типично Стрейзентовское движение. А затем с дурацкой хмылкой снова куда-то пошла. Аплодисменты. Она боялась, что прислышного, чтобы порадоваться ее провалу. А публика, оказывается, желала ей успеха. Она вдохнула их восхищение, словно глоток кислорода. Они хотят слушать Стрейзент? Что ж, она покажет им Стрейзент. Конец песни «Я величайшая звезда» утонул в овациях. На премьере Барбару вызывали на бис 23 раза, и она так устала, что уже не могла ни поклониться, ни улыбнуться. На волне успеха Уильям Уайлдер экранизирует смешную девчонку. Естественно, с Барбарой в главной роли. Но даже Уайлер, восторгавшийся ее талантом, боялся, что кинозритель все-таки не стерпит ее необычного лица и длинного носа на экране. Но все опасения были напрасны. Триумф фильма «Смешная девчонка», в котором Барбара сыграла искренно и пронзительно озорную и неукротимую еврейскую девчонку, рвущуюся из нищеты к славе и богатству, поющую, танцующую, лицедействующую, пародирующую, хохмящую, тоскующую, кокетничающую, отчаивающуюся, мгновенно переходящую из одного амплуа в другое, превзошел все ожидания. В 26 лет Барбара Стрейзен получает своего первого Оскара и всемирную славу. Далее рассказ о жизни и творчестве Барбары напоминает реляцию об успехах непобедимой армады. Два Оскара, 10 Грэмли, столько же золотых глобусов. Практически все ее 49 пластинок стали золотыми и платиновыми. Сегодня, когда ей уже за 70, все забыли, что когда-то называли ее дурнушкой. «Она прекрасна», — говорят они теперь. «Надо жить, не подчиняя свою жизнь чужим мнениям», — суммирует свой жизненный опыт Барбара. «Только так ты сможешь не изменить себе». И она никогда себе не изменяла ни своей внешности, ни своей человеческой сути.